Что такое пойма? Вот пойма это такое место, где разливается река, и где очень много маленьких таких рек, озерцов таких как будто бы. Да, и почему эта местность интересна? Потому что из-за того, что там много воды, соответственно там много рыбы, и значит ее любят птицы, которые едят рыбу. Поэтому когда я составлял маршрут, он же у нас маршрут по Кавказу, но мы же как двигаемся туда, в сторону юга, такое место вот оно смотрится, как будто бы что-то здесь должно быть. С гугла очень интересно смотрится. Да, с гугла смотрится очень интересно, и я подумал, ну наверное здесь должно что-то быть, и в итоге оказалось, что да, здесь действительно есть что посмотреть. Мы с экскурсоводом Ириной, которая является биологом в этом природном парке, отправились смотреть экотропу, посмотрели в первую очередь реабилитационный центр, уникальное место с очень сильным настоятелем. Здравствуйте, как вас зовут? Иеромонах Василиск. А где мы оказались? В каком месте? Сейчас вы находитесь в Волго-Ахтубинской пойме, это биосверный заповедник Волго-Ахтубинской поймы, особо охраняемая территория, где располагается на сегодняшний день центр реабилитации для диких животных, которые попали в беду. Расскажите вот у нас на заднем фоне, что это за птица такая? Три года тому назад, уже четвертое лето пошло, к нам попал необыкновенный посетитель, это обыкновенный фламинго. Необыкновенный, обыкновенный фламинго. История его такова, что в России вообще нету места, где бы обитали фламинго, и вот ближайшие в Волгоградской области соседи, это Казахстан, там есть два озера, где живут обыкновенные фламинго. И вот у нас были три года тому назад туманы очень большие, осенние, и молодой фламинго, заблудившийся в этом тумане, потерял маршрут от своей стаи и залетел на территорию Волгограда. И так как это уже была поздняя осень, уже даже на воде образовывались первые корки льда, была организована экспедиция по его изъятию из природы, потому что он бы мог погибнуть. Когда его изъяли, то вопрос стал, где же ему находиться, его привезли сразу к нам. Мы изучили его образ жизни, как его в неволе кормить, и вот по сегодняшний день у нас так и живет. А как хорошо он переносит зиму? Для зимовки тех птиц, которые теплолюбивы, у нас есть специальные помещения, куда они уходят на зиму, а ранее весной, когда уж тепло, они обратно ворачиваются в свои вольеры. И в этом году как раз такие теплые вольеры будут все демонтироваться прямо здесь, в нашем реабилитационном центре. У нас на заднем фоне кто-то прыгает или не прыгает. Кто это? Это семейство Истребиных, конюк Курганник. У каждого обитателя нашего реабилитационного центра своя история. И вот о Курганнике я особо рассказываю историю и называю ее романтически-драматической историей. Однажды по Волгоградской области, по московской трассе проезжал москвич, дальнобойщик на грузовой машине. И ночью он своими фарами осветил, что через дорогу пробежала птица и волочила за собой раненое крыло. Он остановился и вот здесь начинается удивительная история, то есть даже вот такой человеческой смекалки. Все мы с вами из фильмов слышали о единой службе спасения 911, но никогда ей не пользуемся. И вот как раз таки вот этот вот водитель-дольнобойщик, он воспользовался этой службой. Он дозвонился, объяснил ситуацию о найденной птице. Эта служба 911 связались с Волгоградским Росприотнадзором. Росприотнадзор выделил инспектора, который поехал на эту трассу, изъял эту птицу. И утром она была привезена уже в наш реабилитационный центр. На протяжении 15 лет наш реабилитационный центр сотрудничает с ветеринарной клиникой доктора Чулковой. Они оказывают нам безвозмездную благотворительную помощь по лечению этих птиц и содержанию этих птиц. И вот клиника провела лечение этого конюка-курганника. И у него была ампутирована правая кистевая часть. И в природу он вернуться уже не может. У нас нету цели для животных, которые чтобы здесь содержать в неволе. Всех животных, которые можно вернуть в природу, мы с удовольствием оборачиваем. Но на сегодняшний день те, которые у нас живут в вольерах, они, увы, вернуться в природу не могут. И они для нас стали музеем под открытым небом. Мы проводим экскурсии и рассказываем об этих животных, с которыми мы разделяем в Волгограде и Волгоградской области место на этой земле. Василис, скажите, а вот как простой человек может помочь центру? Ну, большинство наш центра и существует благодаря волонтеров и людей, которые непосредственно помогают тем или иным видам животных, которые у нас находятся. Таблички, которые на каждом вольере, внизу оставлен телефон, и мы пишем, что каждый может стать опекуном того или иного вида животных. Вот, например, одна история с нашими журавлями. Бабушка, которая жила в деревне, каждый год весной и осенью встречала и провожала журавлей, которые в степи у нас живут. И когда ей пришлось переехать в город к своим детям, она очень тосковала по своей деревенской природе. Когда она пришла к нам в наш центр и увидела журавлей, то она сразу изъявила желание стать их опекуном. И, несмотря на то, что она пенсионер, она ежемесячно активно переводит на нашу карточку сумму, которой хватает журавлям прокормиться в течение всего месяца. А вот скажите, сколько обычно хватает, ну, допустим, если человек тысячу рублей отправил, ну, что это пойдет? Тысяча, что это будет? Вот как раз-таки на эту сумму можно купить мешок зерносмези для журавлей. И хватит ее ровно на месяц. Хорошо, а вот если вот мы сзади видим, это у нас кто? Орлан? Орлан-белохвост. Ну, от орлана-белохвостов у них питание своеобразное, или его называют еще рыбный орел. То есть они большую часть употребляют рыбу, поэтому они являются символом Волго-Ахтубинской поймы, потому что живут здесь на Волге, на Дону, на Ахтубе, на больших озерах водохранилищах и питаются ловлей рыбы. На Дону у нас есть частная рыбная артель, которая получает лицензии на отлов речной рыбы. И вот если у них какая-то сорная рыба или рыба, которая не идет на продажу, они нам помогают вот именно для выкармливания орланов в неволе. Что это за птица у нас на заднем фоне? Это интересная очень птица, которая во всем мире имеет гордое, величественное название императорский солнечный орел. И вот только в России у него очень грустное название, в России его называют орел-могильник. История, конечно, своеобразная, не подтверждающая, что он именно могильник. Просто вот в те древние времена, когда были набеги иноземцев, и вот на полях сражениях, где оставались погибшие воины, часто встречали этого орла. И считали, что он именно расклевывал трупы. Но орел-могильник не питается трупами, то есть он всегда ловит живых. И поэтому к нему в России именно появилось такое название могильника. Во всем мире солнечный императорский орел. Его история очень интересная и плачевная, и с человеческим таким фактором вмешательства. В одной деревне, в степи, этот орел попал в провода линии электропередачи. И повредил себе крыло. Часть крыла у него ампутирована, и в природу, естественно, он вернуться не может. Когда орлы намечают себе добычу, и за ней стремительно он падает камнем вниз, то весь взгляд его сосредоточен на этой добыче. И часто они, бывает, не видят натянутые провода, и врезаются в них с большой скоростью. А так как у птицы трубчатые кости, они очень быстро ломаются. Порой вылечить поломанное крыло, а если оно еще и окончательно сломано, бывает нет такой возможности. И только ампутация, естественно, птица полноценным хищником в природе стать уже больше не может. Скажите, вот простому жителю Волгограда, если вот он встретил раненую птицу, что с ней делать? Ну, если действительно она нуждается в помощи, и человек с ней встретился, надо ей помочь. Я хочу обратиться в ветклинику, чтобы птица была осмотрена, ей было предоставлено своеобразное лечение. Сейчас ветклиники нашего города с нами тесно сотрудничают, и поэтому они сразу выходят на меня и говорят, что поступила птица, которую мы потом забираем. Но если мы в природе встречаемся с дикими животными, то надо вначале убедиться, нуждаются ли они в нашей непосредственной помощи. Если это может быть какой-то маленький ежонок, и он находится на проезжей трассе, но отнести куда-нибудь подальше на природу и выпустить, ему там будет лучше. Также, если, например, в городе мы встречаем птенцов, выпавших из гнезд, то если он выпал, то значит где-то рядом его и гнездо было. Надо постараться найти какое-нибудь высокое дерево, на которое его можно посадить. И издавая свой жалобный крик, он привлечет к себе родителей, которые его начнут кормить. Не обязательно сразу это брать домой. Не будет им лучше у нас дома, то есть так, как им будет в природе, и так, как будут за ними заботиться родители. Но если непосредственно мы видим, что птица нуждается в нашей помощи, ей эту помощь нужно оказать. Вот вы, судя по рясе, священник, но очень хорошо разбираетесь в том, как нужно обращаться с птицами. Как будто бы у вас какое-то орнитологическое образование. Вот расскажите, как вы к этому пришли? В свое время, еще и школьные годы, то есть меня всегда интересовала биология, зоология, ботаника. Много лет я занимался энтомологией, это изучение насекомых, но все равно большую часть меня привлекла орнитология, то есть это птицы, изучение птиц, животного мира. И несмотря на то, что я учился и в духовном училище, я совмещал образование и биологическое. Это не было целью дальнейшей какой-то моей работы, но просто как бы, чтобы больше получить информацию. Но со временем, несмотря на то, что я и священнослужитель, я занимаюсь центром реабилитации. Мне это нравится, я это делаю с любовью, и я думаю, что это совмещение очень хорошее. Однажды мне попалась фраза нашего знаменитого ученого Михаила Васильевича Ломоносова, где он подтверждает мое уверенное направление. Он говорит, через природу мы познаем Бога. Если сюда приехать с точки зрения бирдвочинга, с точки зрения туризма, наблюдения за птицами, то какой маршрут составить туристу? Уже маршрут здесь составленный. Здесь есть экологическая тропа, которая оснащена аншлагами, о тех видах животных, насекомых, птиц, растений, которые занесены в Красную книгу или просто мест обитания. У нас здесь проводятся экскурсии, как по реабилитационному центру, так и по экологической тропе. На участке, в котором мы сегодня с вами находимся, очень много видов животных, которые мы можем с вами встретить, птиц, которых мы можем и встретить, и услышать их прекрасные голоса, растения, которые сейчас, особенно в весеннее время, цветут. Ну и немаловажно для нашей Волгоградской земли. Здесь у нас есть Ерик Барский. Вот по правому краю этого берега Барский была линия обороны Сталинграда. Здесь стояли две армии, Чуйкова и Радимцева. По сегодняшний день остались окопы этих военных времен. При посещении нас паломниками или туристами мы всегда делаем акцент на эти места. И еще немаловажно, что Дубрава, в котором мы находимся, это самое последнее произрастание южного чересчатого дуба. Дуба. Дальше он больше нигде не встречается. Скажите, вот начало маршрута, про которое вы говорите, оно начинается здесь? Здесь. То есть человек, если он хочет посмотреть те растения, попытаться увидеть птиц, понятное дело, что он может их увидеть или не увидеть, то он приезжает сначала сюда, здесь заслушает вас, какую-то, может быть, экскурсию, а потом идет по тропе. Правильно понимаю? Может быть и так самостоятельно, может быть по-другому. На сайте природного парка Волга-Тубинской поймы есть и телефоны, есть и электронная почта, на которую можно зайти и увидеть информацию об экскурсиях по экологической тропе, маршрутах, вот, и кто может это все провести. Если он непосредственно приходит к нам, то это мы проведем сами самостоятельно. Спасибо вам большое за рассказ, нам было очень приятно с вами общаться. После чего мы продолжили от этого центра идти по экотропе. Где мы находимся? Мы находимся на территории уникального природного парка Волга-Тубинская пойма. Парк находится в Волгоградской области, это самый первый из природных парков, созданных в нашей области. За вами, смотрите, какой лес, как будто бы он умирает или что-то типа того. Это что за лес такой? Да, это мертвый есеневник. Это дерево ясень-пенсильванский, это не наше родное дерево, это дерево, посаженное человеком, которое здесь раньше не росло, так называемой интродукцией, дерево-интродуцент. Ясень-пенсильванский, американский вид. Долгое время он благополучно рос на территории поймы, прекрасно размножается, ухода не требует, сажали его лесники еще в 70-х годах. Появилось такое насекомое, златко, узкотелое, есеневое, которое буквально за год, за полтора уничтожило есеневые леса очень быстро. Можно подойти посмотреть даже повреждения, которые видны на коре. Пойдемте посмотрим. Обратите внимание, съеденное дерево ясеня пенсильванского, очень хорошо видны повреждения, вот эти в виде сколов коры, и отверстия, которые пробурило насекомое. Уничтожает дерево личинки, которые прорывают там ходы, очень быстро гибнет, превращается вот в такой вот, ну не знаю, мертвый памятник. Вот все, это съел, вот этот вот. Да, да, очень быстро уничтожает. А он перекидывается на какие-нибудь бубы? Нет, это конкретно вредитель ясеня. И этот вредитель, он потом, что с ним происходит? Он просто вместе с этим лесом и умирает, да? Он уже не может никуда мигрировать? Нет, он переходит на другие ясени. Почему? Они перемещаются. Перемещаются, находят новые. У нас в городе уже съедены, у нас город озеленялся этим ясенем. Теперь стоят мертвые деревья по всему городу. И как с ним бороться? Как с ним дальше жить вообще? Вообще сложно бороться, потому что когда откладывают, значит, вот в трещины коры откладываются яйца, потом личинки проникают внутрь, и когда они уже внутри, с ними уже бороться никак. Дупло дятла. Вообще территория эта очень интересна тем, что здесь можно встретить пять видов дятлов. Это большой пестрый дятел, малый дятел, средний дятел, черный дятел жилла и седой дятел. Ирина, вот расскажите, пожалуйста, мы сейчас конкретно по какой идем тропе экологической? Наша экологическая тропа называется обитель птиц. Изначально наблюдали здесь различные виды птиц. Оказалось, что здесь обитает их очень много, и гнездица много, более 60 видов. Ну, когда стали разрабатывать тропу уже более детально, то оказалось, что здесь и грибов много растет, и в разные сезоны года мы их собираем, и достаточно много разнообразных видов млекопитающих и краснокнижные виды насекомых. То есть у нас, собственно, по тропе так разные точки и проставлены. Вообще наша пойма Волго-Ахтубинская для нас, особенно для местных жителей, уникальное место и очень важное для нас, потому что живем мы в зоне степей и полупустынь. А здесь образуется такой своеобразный оазис между Волгой и крупным рукавом Ахтубой. Пролегает территория с огромным количеством водных объектов разнообразных. У нас их здесь более трех тысяч. И, конечно, совершенно другие образуются природные биотопы. Это и лесные биотопы, у нас Дубрава, Дополевники, Ивники, и большие обширные луговые биотопы, ну и, конечно же, обилие воды. Все это привлекает сюда огромное количество разнообразных живых организмов, которые, состав этих живых организмов, отличается очень сильно от степных прилегающих территорий. И эта территория, она, можно сказать, оздоравливает прилегающие территории, потому что проходящий воздух, он увлажняется, очищается, меняется микроклимат. Если погибнет наша пойма, то нам всем придется очень плохо. Вообще, наши дубравы – это уникальные дубравы. Растет у нас дуб черешчатый. Вообще, всего на земле насчитывается около 600 видов дубов. Вот наш дуб – это дуб черешчатый. Причем, они растут же в разных экотопах. Это наш пойменный экотип дуба черешчатого. И считается это последним форпостом на юге России, потому что дальше, южнее, такие дубравы уже просто не встречаются. Поэтому наши дубравы охраняются нашим положением. Вот когда лучше приезжать туристу в ваш природный парк? Самое лучшее время, чтобы побольше птиц увидеть в теории? Ну, вот именно птиц – это на пролетах. Это весной и осенью. А весной – это вот прям когда? Ну, пролеты – март, март, апрель. Получается, осенью когда лучше всего приезжать? Ну, наверное, с конца сентября, октябрь. Это на водоемах. У нас огромное количество водно-болотных птиц. Ну, что касательно лекарственных трав, то самостоятельно их собирать и применять нежелательно, потому что обязательно надо знать сроки сбора, когда собирать, как правильно хранить, в каких дозах принимать. Потому что мне известна история, когда одна женщина для похудения использовала морозник. Сильно ядовитое растение. Да, оно аптечное, оно используется в лекарственных целях, но там микродозы. Ну, она решила похудеть побыстрее. Немножечко увеличила дозу. Ну, и теперь этого человека уже нет с нами. Так, а что мы кого только что видели? Это полос узорчатый. Это не ядовитая змея, совершенно безопасная, которую, к сожалению, часто путают с гадюкой и безжалостно уничтожают. Вот сейчас он в позе угрозы, хвостом трясет, видите? У него там чешуйки отшелушиваются, и он как бы гремит, отпугивает. Это его способ защиты. А он может напасть, в теории? Ну, он может даже там бросаться, но укусить он не может. Не ядовитый. Ну, это единственный вид ящериц, который встречается у нас на территории природного парка. Ящерица прыткая. Видите, коричневая, это самочка. Самец имеет зеленоватый окрас. Это информационный аншлаг, на котором изображены насекомые, которые занесены в Красные книги в Волгоградской области Российской Федерации. Это те редкие виды насекомых, которые мы можем встретить вот на данном участке лесном. Те, которые здесь отмечены уже были. Ну, не только нами, но и специалистами-энтомологами, профессионалами. Вот они все присутствуют на этом аншлаге. Наиболее часто мы, конечно, можем увидеть жука-оленя. Вот он. Только здесь. Да, фотография такая, что мы видим только его рога. Это самый крупный жук-рогач в Европе. Очень интересный, красивый. Еще интересен тем, что питается вот на вид такой, да, он, кажется, страшный, рогатый. Питается соком дубов. Находит ранки, находит какие-то места, где вытекает сок. И живет этот жук во взрослом состоянии всего-навсего. С конца мая до конца июня, там, до начала июля. То есть, выходит он, чтобы размножиться. А вот личинка живет в гниющей древесине, в мертвой, пять-шесть лет. Поэтому в Дубраве убирать старые деревья, ну, это фактически уничтожать место обитания этого жука. Там, где не будет старых дубов, не будет жука-оленя. Потом мы доехали, соответственно, до одного селения. Там, ну, он сотрудник или помощник, Сергей его зовут, он просто взял трактор, прицепил к этому трактору лодку. Четыре километра мы там ехали по разным хабам. Когда мы спустили лодку и поплыли, да, вот по этой реке, мы вот ничего не ожидали, но мы были в восторге от того, что эта экскурсия, она возможна в Волгограде. И с тобой есть Ирина, которая рассказывает тебе про птиц, рассказывает тебе про разные какие-то уникальные моменты, связанные с животными. Природный парк Волгоградская пойма уникальное место с точки зрения обитания орла на белохвостах. Это редкая птица во всем мире, здесь прекрасно себя чувствует, гнездица. На сегодняшний день на территории парка насчитывается около 10-120 пар этой великолепной птицы. Это то место, куда ты приезжаешь, и вот эти вот орланы, да, их реально много. То есть ты думаешь, ну ладно, один-два увижу, но мы их увидели около 10 особей. При этом нам удалось отснять детенышей, которые вот скоро-скоро полетят. Мы видели три гнезда. Гнезда орлана белохвоста, они прям огромные, здоровые, да, то есть... А где они расположены? Они расположены в кронах деревьев, и их очень хорошо именно видно с дрона. Сами орланы белохвосты, они прям как какой-то Боинг 700 там. Ирина сказала, что у них такая форма крыльев, как бы прямоугольная, и такой размах, что по факту это дверь летающая. Мы с таким большим удовольствием поплавали на этой лодке. Вот мы потратили около полутора часов, и видели до 10 особей. Да, на саму поездку на лодке. Территория природного парка особо охраняемая природная территория, поэтому посещение ее строго регламентировано. Существуют определенные режимы и регламенты, нарушения которых приводят к штрафам. Если вы хотите понаблюдать за интересными птицами, в том числе за орланом белохвостом, то вы можете обратиться в природный парк Новая Тунинская пойма специалистам, которые покажут вам многообразие мира пернатых. Ребят, мы только что закончили посещение окрестностей Кутера-Лещев. У нас очень насыщенная программа, хоть мы и устали, мы сейчас едем в Адыг. Это за Элистой в Калмыкии. Мы хотим чуть больше узнать про заповедник Черные земли. Мы хотим увидеть сайгаков, а также познакомиться с флорой и фауной этого замечательного места. Я думаю, что это будет тоже очень крутая, насыщенная программа. В общем, будьте с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!